Ренат Леонидович, вчера освободили Славянск. Боевики передистоцировались в Донецк. Они сейчас находятся там. Мирные жители напуганы. Люди боятся выйти из дома. Люди боятся повтора ситуации в Славянске. Каково ваше мнение, ваше отношение к этой ситуации? Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города. Нельзя разрушать поселки. Нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное, нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Донецк – это столица Донбасса. А Донбасс – это символ труда. Здесь живут сильные, трудолюбивые и достойные люди. Гордые люди. Мужественные люди. Душевные люди. А самое главное – мирные люди. Поэтому я еще раз хочу сказать. Нельзя бомбить Донецк. Нельзя бомбить Донбасс. А как тогда разрешить ситуацию на Востоке? Переговоры. Переговоры. И еще раз переговоры. Переговоры. Другой дороги нет. И вспомните мои слова. Все равно все закончится переговорами. И все закончится миром. Только скажите мне, пожалуйста, «Кто вернет матерям их детей? Кто вернет женам их мужей? Кто вернет детям их отцов? Я не хочу, чтобы гробы из Донбасса возвращались в Западную Украину. Я не хочу, чтобы гробы возвращались в Центральную Украину. Другие регионы нашей страны. Я не хочу, чтобы люди гибли на Донбассе. Поэтому я всегда призываю и буду всех призывать к миру». А мир возможен в Донбассе? Я глубоко убежден, что да. Я за счастливый Донбасс. А счастливый Донбасс – это прежде всего мир над головой. Мир над головой – это самое главное. Счастливый Донбасс – это тогда, когда люди имеют достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь. Счастливый Донбасс – это тогда, когда нас уважают. уважают нашу память, уважают наше право говорить на русском языке, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции. Лично я, счастливый Донбасс, вижу в единой Украине. Спасибо.